Приветствую вас. Происходит данная история потому, что те положительные качества, которые есть у вашего мужа, они на самом деле никуда не исчезли, они на самом деле никуда не пропали. Просто вы перестали эти качества ценить в силу того, что мужчина постоянно рядом с вами, мужчина постоянно вместе с вами и вы соответственно условно говоря к этому привыкли. И эти качества, они уже так сильно вас не привлекают, как раньше. Они как раньше вас не будоражат, не веселят и так далее. Понимаете? Тогда как у другого мужчины, у другого мужчины, имеющего гораздо меньше положительных, качеств, но все же имеющих. Эти качества лежат как бы на поверхности. понимаете? Поэтому, я полагаю, что именно в силу этого мужчины вас привлекают. Несмотря на то, что ваш муж гораздо лучше по всем параметрам. просто к нему вы привыкли, а к новому мужчине еще нет. И, конечно же, стоит вам, значит, побыть с новым мужчиной какое-то время, да? Вот. Вы увидите, что положительные качества нового мужчины уйдут. вниз, а негативные поднимутся наверх. И тогда вы увидите, что негативных качеств гораздо больше, чем позитивных. Хотя вы сейчас это знаете. Вы сейчас это чувствуете, но все равно. То есть, этого, того, что вы чувствуете, да? Мало. Ну, совершенно очевидно, что мало. Понимаете, то есть, вам хочется. Поэтому, мне кажется, что здесь не стоит паниковать, да? Стоит, как раз таки, подумать, чем привлекает вас мужчина другой. Тема привлекает вас таким, что вам не хватает в отношении с мужем. Вот. Поговорите с мужем откровенно, если у вас к нему есть любовь, если у вас к нему есть чувства, если вы дорожите своим мужем. Вот. И попробуйте наладить отношения. Вот. То есть, тяга, 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 это не чувства. Понимаете? Тяга, это потребности. Потребности, это немножко другое. В отличие от чувств, в отличие от чувств, которые направлены на человека. На человека. На человека. Для него. Тяга направлена на вас. И, соответственно, действуете вы для себя. Вот. А уже какая форма у этой тяги? Зависит от вас. Ну, как правило, тяга приобретает самую распространённую стереотипную форму в виде влюблённости, сексуального желания и прочего. Хотя, в действительности, она не имеет отношения ни к тому, ни к другому. То есть, ни к влюблённости, ни к сексуальному влечению. Ну, как-то, как-то же оформлять нужно. Так, да, вы не можете просто сказать, там, другому человеку, знаете, меня к тебе тянут. То есть, всё равно это нужно в какую-то форму облечь. Вот. То есть, здесь я рекомендую вам изучить себя, посмотреть, чего вы хотите. Что у этого мужчины есть такого, чего нет мужа. Вот. И чего вы вообще хотите? Хотите быть с мужем? Или считаете, что с мужем ваши отношения уже себя изжили? Вот вы пишите, опасно, а чего опасно? Почему опасно? Почему опасно? То есть, вы либо хотите этого, для чего-то, почему-то. Либо не хотите этого. Опять же, почему-то. Тут нужно, тут нужно исследовать. То есть, вопрос, который вы задаёте, да, вот вы спрашиваете, почему это происходит, это некорректный вопрос. То есть, ответ на этот вопрос вам, по факту, ничего не даст. Вот. Важно вопрос поставить, да, важно вопрос поставить, но очень по-другому. Не от чего это происходит, не почему это происходит, да. Точнее, да, не почему так происходит, а от чего это происходит, как это происходит, что делает возможным это происходить. Понятно? Вот. Смотрите, какая история. И мне кажется, мне кажется, что это очень важный момент. Это очень важный момент. Так что, обратите, пожалуйста, на это внимание. И если нужно, поговорите с психологом, да, то есть, выберите, поговорите с психологом. Вот. Проанализируйте ваши отношения с мужем. Вот. Что в них сейчас хорошего, что в них сейчас и не очень хорошего. Ну, вот. И, соответственно, можно уже будет, о чем-то тогда уже можно будет говорить. Что стоит. Тогда уже можно будет говорить о том, что конкретно вам рекомендовать. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Понимаю, что ответ не совсем полный, понимаю, что информации маловато, но вы сами предоставили достаточно мало информации. по своему вопросу. А гадать здесь не самая лучшая идея. Поэтому, если вы хотите действительно с этим разобраться, то нужно поговорить с вами. Поиследовать, проанализировать ваши отношения. Вот. Там еще будет более ясно. Можно будет дать более превентивные и более четкие рекомендации. Вот. То есть, знаете, да, вот нужно, даже ничего взять вам нельзя рекомендовать адекватного, потому что нужно понять, чего вы хотите. То есть, вы даже не описали, чего вы хотите, просто спросили, почему это происходит, а чего хотите вы не написали. Вот. А именно от того, чего вы хотите и нужно отталкиваться при выработке стратегии и рекомендации. Вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Раз. Раз. .